2 октября стал самым травматичным и пробуждающим моментом в моей жизни. Помню, что тот день выпал на четверг. Но давайте вернемся немного назад. В среду вечером я смотрел много разнообразных видеороликов на ютубе о внетелесном опыте и фильмах, которые раньше меня пугали. Я сидел, смотрел, и они меня очень впечатляли. Часто я задумывался, боже, это ведь есть на самом деле? Это было трудно понять, потому что подобного рода явлений я раньше на себе не испытывал. В ту же ночь я решил помолиться. Помню, как вышел из своей квартиры и, медленно прогуливаясь туда-сюда с закрытыми глазами, начал молиться. Я говорил, Господь, если ты дашь мне внетелесный опыт, я обещаю, что буду говорить о твоем слове и рассказывать людям о том, что я увижу. Я не надеялся, что Бо ответит мне на эту молитву. На следующее утро в четверг 2 октября я спал в своей квартире, у меня был сон, где мой дух выходил из моего тела. Я погружался в различные трансовые состояния. Я видел яркие пульсирующие белые лучи света, различные мерцающие огоньки. Вдруг я оказался перед ясным, полностью голубым небом. Там не было ничего. Ни земли, ни деревьев, ни травы, ни воды. Только бескрайний голубой простор, простирающийся на миллионы миль, где ничто не было скрыто. Все было передо мной открыто. Мы были в этой форме прозрачных тел. Что-то вроде души или духа. Все мы были полностью прозрачными. Передо мной было тысячи людей, подобных мне, и позади меня еще тысячи. Я осознал, что я душа. И в центре моей груди находились множество семян. Но я не знал, для чего они предназначены. Я также осознал, что я был единственным существом, способным двигаться, активно наблюдать, обонять, ощущать вкус и чувствовать. Все мои чувства были полностью вовлечены. Я начал оглядываться и внимательно рассматривать все вокруг. И что самое удивительное, я не осознавал, что это сон. Я искренне верил, что все это происходит в реальной жизни. Смотрю вдаль и вижу огромную тень далеко впереди, ждущую нас в конце этой очереди из тысяч людей. Это была большая, лишенная особенностей тень, почти как пар. И я мог сказать, что это была тень чего-то впереди. У меня было много вопросов на этом этапе сна, и вдруг я услышал громкий, как гром голос, «Отойди от меня!». Затем галактика или портал, я не уверен, как это назвать, открылся справа от Бога, Иисуса Христа или кого бы вы не ассоциировали с этим местом суда. Вдруг на его правой стороне вспыхнул большой портал, и внутри были огненные камни. Обычно, когда вы зажигаете зажигалку, вы получаете пламя, но представьте себе, что в этот момент вместо огня из портала выходили горячие камни, и все, кого Бог приказал, «Отойди от меня!» были втянуты туда. Когда портал открывался, эти огненные камни излучали такое пекло, что обжигали всех слева от над, стоящих в очереди. Каждый раз, когда открывался портал, мы обжигались, и все отходили и кривились. Это было похоже на то, когда на улице крайне холодно, и кто-то входит, принося этот морозный воздух внутрь, и вы говорите им, закройте дверь. Слишком холодно. Вот так это чувствовалось. Бог отправлял их так быстро, что их крики звучали задержанными. Я слышал, «Отойди от меня!» Портал поглощал их, а затем их крики, и это меня пугало. Внезапно из ниоткуда нас что-то подхватило и переместило вперед по очереди. Я понял, где мы находимся, и я вскричал, «О боже мой, это день суда!» Я слышал, «Отойди от меня!» Портал быстро открывался и закрывался, и снова и снова ужасный крик, «Отойди от меня!» Крик! «Отойди от меня!» Крик! Все эти разные люди были отправлены в ад. Самая пугающая часть заключалась в том, что, когда люди проходили суд, вы могли слышать, как Бог говорит с ними. Каждая деталь того, за что Бог осуждал их, была слышна. Если кто-то шел в ад за что-то, с чем вы боролись в своей жизни, вы знали, что вам не сдобровать. Я продолжал смотреть, как люди напрямую шли в ад. Я чувствовал пламя, поскольку оно постоянно обжигало всех снаружи, кто еще не был осужден. Я слышал, как некоторые люди разговаривали с Богом. Помню, была женщина, блондинка, и Бог обратился к ней. Он сказал, «Я не сужу тебя за то, что ты выставляешь на Фейсбук, но я сужу тебя за то, как все это воспринимают». 300 тысяч человек были введены в заблуждение одним из ее постов в Фейсбук. Он сказал, что их кровь на ее руках. Внезапно он сказал, «Отойди от меня». И я не мог передать, насколько мощны были его слова. Его слова «Отойди от меня» раздавались с такой силой, что все вокруг тряслось. Блондинка была отправлена в ад с большой силой. Портал открылся быстро, и она полетела внутрь, и он закрылся. После этого слышался ее крик. Крики были настолько ужасными. Люди были осуждены в ад за грехи, такие как прелюбодеяние и блуд. Столько грехов, за которые вы могли слышать, как Бог их осуждает. Я слышал ужас в голосах тех, кто был передо мной, потому что многие из них боролись или проходили через подобные ситуации, и они никогда не раскаивались. Тысячи и тысячи были посланы в ад. Они летели так быстро. Я никогда не видел ничего, двигающегося с такой скоростью. До того момента, когда я был следующим в очереди, и он позвал меня. Он начал разговаривать со мной. Наша жизнь стояла рядом с нами, держа нашу руку. Так что все, что мы делали в своей жизни, наша плоть свидетельствовала против нас. Вы не могли лгать? Потому что ваша жизнь свидетельствовала и говорила. Да, ты это сделал. Ты сделал это в такое-то время. Да, ты это сделал. Когда Бог говорил со мной, передо мной появлялся большой экран, и все, что он говорил, становилось живым. Он начал говорить со мной и рассказывать мне все, что я мог бы сделать лучше. На этом этапе я подумал. Ладно, Бог. Я мог бы сделать это лучше. Я справился с этим неплохо, но мог бы сделать лучше. Он поднял вопрос о конкретной женщине и спросил меня, почему я ей не прощаю. Он дал мне ее точное имя и все остальное. Я не буду говорить это. Я знал точно, о чем он говорил. Он спросил, почему ты ее не прощаешь? Я ответил, Бог. Я простил ее. Он сказал, если ты простил ее, почему, когда ты разговариваешь с ней, ты относишься к ней так, как будто ситуация произошла снова? Я настаивал. Бог, я простил ее. Затем он спросил, если ты простил ее, почему эти семена все еще в твоей груди? Я посмотрел вниз и воскликнул. О, Боже мой. Это семена? Это те вещи, которые я не прощал в своей жизни? Он продолжал разговаривать со мной и сказал, что потому что ты не простил ее, я не прощу тебе некоторые из твоих грехов. Он начал рассказывать мне столько других моих дел и еще не сказал ни одного хорошего дела. На этом этапе я начал пугаться, потому что мой разум начал направляться туда, где я представлял, каким горячим будет это пламя, когда откроется этот портал. Я испуган и я не знаю, как это объяснить. Слово не могут описать это. Когда ты встречаешь Бога лицом к лицу, слова не могут описать, насколько страшно смотреть своему Творцу в лицо. Ничего не скрыто от Него. Ваши внутренние мысли открыты перед Ним. Ваше восприятие и то, как вы себя чувствуете, все, что вы содержите в этом теле, представлено перед Господом. Я достиг точки, где я больше не хотел слышать Бога. Я опустил голову в стыде, боясь, что он уже принял свое решение. Испуганный, я отвернулся, поскольку он перечислял все то, что я сделал не так или что я мог сделать лучше. На этом этапе я был убежден, что направляюсь в ад. Я отвел голову в сторону, не желая слышать больше, потому что в моем разуме я пытался представить, насколько жарко будет в аду. Я думал, о Боже мой, Господь, у меня больше нет шансов. Если я пойду в ад, я не смогу вернуться. Господь, пожалуйста, не посылай меня в ад. Пожалуйста, Боже. Пожалуйста, я прошу Тебя. Я испытываю ужас, чем я могу выразить в этот момент. Я знал, что иду в ад. С отведенным взглядом от Бога мою душу окутало теплое чувство. Поворачиваюсь, слезы летят в замедленном движении, ожидая его суда. Какова будет моя участь? Он взглянул на меня и произнес. Ты едва справился, как головня из огня. Он отступил и сказал. Проходи. Смешаны чувства недоумения. Слева от него открывается небеса мягким яркими лучами и неописуемыми цветами. Цвета расцветают по мере раскрытия врат в раю. Небеса открываются настолько нежно, и по мере моего движения в этом направлении, моя рука входит в портал и расширяется. Происходит то же самое с моей рукой и ногой. Они проходят и увеличиваются в зрелую форму небесного нового тела. Когда я почти полностью туда зашел, я проснулся. Сон настолько напугал меня, что я прятался под нашим столом в густиной часами, боясь, что любое действие может повлиять на мой приговор. Это было не просто сновидение. восприятие, вкусы и эмоции оставались четкими. В тот момент я спросил Бога, почему он дал мне этот сон, и он ответил. Потому что я хочу, чтобы ты предостерег моих людей, то, что ты видел, должно сбыться. Не осознавал, что молитва и обещания, данные перед Богом, должны исполниться. И сейчас он ищет, чтобы мой конец был совершен. Вот, поэтому я здесь. Обращаюсь к тебе прямо сейчас. Призываю тебя прощать. Отпусти. Так много людей позволяют обиде вырасти в злость, ведущую к поступкам, за которые их судит Бог, и которые мешают им попасть в рай. Я был в ужасе. Столько людей отправились в ад, и мне казалось, что я первый. Передо мной были тысячи людей. Это пугает меня. Поэтому сегодня я настоятельно призываю тебя наладить отношения с Богом. Признай свои ошибки перед Ним. Иди наладь отношения с друзьями, врагами и с тем болезненным опытом в церкви, который заставляет тебя нападать на людей молча. Наведи порядок в своей душе, потому что ад не стоит этого. Бог настолько ужасал меня в этом сне, но я знал, что это было по какой-то причине. Так что сегодня выбери любить и принять Иисуса Христа своим Господом и Спасителем. Поверьте в Его смерть на кресте и воскресенье, признайте Его Сыном Божьим, погрузитесь в Писание, соответствуя свою жизнь Его Слову. Так что когда Иисус вернется, Он увидит в вас свое Слово, а не только вашу плоть. Я умоляю вас сегодня. Прощайте, любите и наблюдайте, как Бог изменяет вашу жизнь. Спасибо за внимание. Будьте благословенны.